МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Чебоксар". Это ваш город. Вам не безразлично, чем живет столица Чувашия. Вы хотите быть в курсе всего, что происходит в городе и чем занимаются чебоксарские депутаты? Тогда не переключайтесь. Обо всем этом в ближайшие минуты расскажу вам я, Ольга Пырычкина. В эфире программа местное самоуправление. Новая глава в истории города. 2017 год. Чебоксары встретят с новым главой города. Новые меры в Старой войне. Депутаты Госсовета Чувашии и городского собрания предлагают ужесточить правила реализации алкоголя и спиртосодержащих растворов. Казна без дефицита. Бюджет на 2017 год сформируют по новым правилам. В истории Чебоксар новая глава 2017. Столицу Чувашия встретят с новым главой города. Согласно уставу города Чебоксары, главой столицы Чувашии является председатель Чебоксарского городского собрания. Его выбирают депутаты ЧГСД из своего числа. В 2010-м так выбрали Леонида Черкесова. В 2015-м его переизбрали на новый срок. Так он и возглавлял бы Чебоксары до 2020 года. Однако в сентябре 2016-го прошел в Государственную Думу страны. В конце ноября депутаты 6-го созыва выбрали нового главу. После ряда процедур в бюллетенях оказались фамилии трех кандидатов. С большим отрывом победила Ирина Клементьева. Теперь Чебоксары – единственная столица регионов Приволжского федерального округа, которую возглавляет женщина. У России было и, наверное, будет много врагов. Но одного никак не удается победить. Речь про алкоголь и его суррогаты. Депутаты Госсовета Чувашии и Чебоксарского городского собрания предлагают новые меры. Подробнее далее. Рейды общественного контроля, беседа с владельцами аптек, обличительная публикация в СМИ. Какие только средства они использовали в Чувашии для борьбы с так называемыми фанфуриками. Однако настойки, лосьоны, тоники и другие спиртосодержащие жидкости наняты под прилавками аптек. Дело в том, что никаких законов аптечной сети, где эти жидкости реализуются, не нарушают. А значит, руки у городских и республиканских властей в этой войне связаны. Чтобы развязать их, депутаты Госсовета направили в адрес правительства страны два обращения. В первом они предлагают ввести учет спирту, который используется для производства спиртосодержащих жидкостей, так же, как для алкогольной продукции. И более того, облагать этот спирт акцизами. Соответственно, такая продукция станет менее доступна для контингента, который употребляет ее в больших количествах внутрь. Во втором письме просят ускорить принятие законопроекта, который уже на рассмотрении в Госдуме. Согласно нему, спиртосодержащие косметические лекарственные растворы допускаются продавать во флаконах объемом не более 25 мл. Часть аптек, их теперь называют социально ответственными, уже и так перешли на такие флаконы. В объеме 25 мл, по словам провизора, спросом они пользуются в основном у пожилых людей и используются по медицинскому значению. Жидкости мы продаем лечебные, настойки боярышника, валерьянки, пустырника, кроволол тот же самый. Это все-таки людям необходимо и успокаивающее как действие. Аптеки, которые от прибыльных фанфуриков не отказались, продают осепталин. Самая распространенная тара – 100 мл. Самый вероятный исход при употреблении внутрь – больничная койка. Сам по себе вот этот осепталин, он наносит довольно-таки значительный вред организму. Причем за счет того, что там довольно высокая доза этилового спирта сама по себе. Плюс еще он оказывает тормозное влияние на нервную систему, на центральную нервную систему. И при хроническом употреблении его развиваются быстрее, чем обычно, допустим, употребляющих алкоголь людей. Хронические гепатиты, панкреатиты, различные язвы. То есть имеющиеся хронические заболевания, они имеют более быстрое течение, приводят людей к инвалидизации, а иногда даже к смертельным исходам. Итак, врачи за нововведение. Аптеки, которые действительно работают на здоровье граждан, тоже. Теперь слово законотворцам. Учитывая последние обстоятельства в Иркутской области, где произошло массовое отравление спиртосодержащей жидкостью «Боярышник», решение не заставит себя ждать. Это что касается суррогатов. В республике ужесточают и правила розничной продажи алкоголя. Ужесточаются требования по площади. То есть в многоквартирных домах теперь торговать алкоголем в розницу, то есть это предприятия общественного питания, могут только лишь, имея площадь более 100 квадратных метров. И количество посадочных мест 32 и 8 столов. Если предприятие общественного питания этим требованием не удовлетворяет, оно не получает лицензию и, соответственно, не может продавать в многоквартирных домах алкоголь. Эти же требования распространяются и на заведения в отдельно стоящих зданиях, но только в ночное время. Уполномоченные органы и депутатский корпус уже провели анализ действующих заведений и пришли к выводу – около 30 заведений из 292 разливающих алкоголь в Чебоксарах данные требования соблюсти не смогут, а значит, скорее всего, будут вынуждены закрыться. И это в основном так называемые разливайки. Данные изменения в законодательство уже приняты. Но чебоксарские депутаты предлагают пойти дальше, отдалить точки продажи от школ, детских садов, больниц и других социальных объектов. Сейчас разработан проект постановления администрации города Чебоксары, который также меняет ряд параметров. Ну, в частности, увеличивается расстояние от социальных учреждений и изменяется порядок подсчета этих расстояний. Если в действующем постановлении порядок расчета – это по пешеходным дорожкам, что создает возможности менять эти дорожки, устанавливать ограждения, заборы и так далее, регулировать эти расстояния, то сейчас расчет расстояний будет вестись по прямой линии, без учета рельефа. И, соответственно, расстояния будут увеличены минимально с 20 до 50, это от забора, если есть огражденная территория социального учреждения, от забора до входа в точку продажи. Ну и, соответственно, если нет огражденной территории, то от входа до входа расстояние будет увеличено с 70 до 100 метров. Введение этих норм должно еще сократить число питейных заведений города. Как кормят в столовой Чебоксарской школы номер 45? Этим вопросом задался депутат Чебоксарского городского собрания Дмитрий Неконоров. В рейд вместе с ним директором школы и родителями отправилась и наша съемочная группа. 20 случаев острой кишечной инфекции. Так, в конце октября закончился обед в столовой для учеников Чебоксарской школы номер 43. Впоследствии проверки Роспотребнадзора выявили в учебном заведении множественные нарушения, например, в хранении продуктов. А в анализах четырех отравившихся школьников обнаружили золотистый стафилококк. Школьное питание теперь предмет усиленного контроля городских властей, подключили сеть депутата ЧГСД. Дмитрий Неконоров начал проверку, еще не заходя в столовую. Я так понимаю, вода есть, мыло есть. Дети выглядели довольными, обед аппетитным. Это, конечно, только внешняя сторона. Оценить внутреннюю, посмотреть, в каких условиях блюда подготавливают перед подачей, мы смогли только издалека. На кухню нас не пустили. И правильно. Съемочная группа не смогла предъявить санитарные книжки. Инициатор проверки Дмитрий Неконоров оказался более подготовленным. Он рассмотрел, в каком состоянии содержат оборудование и пищеблока. Нет ли нарушения, например, так называемого соседства продуктов. Согласно распоряжению главы города, Климития Ирина Селна, депутаты сейчас организовывают выездную проверку каждой школы. Школы проверяем в хаотичном порядке. Вот сегодня мы вместе с вами проверили 45-ю школу. Впечатления, если честно, у меня очень положительные, хорошие. Я, как сам родитель, естественно, всегда стараюсь посмотреть и на питание. Чем дети питаются, как питаются, соблюдены ли там все нормы. В 45-й школе, как и во всех многих других школах, мы поменяли кухонное оборудование. Поменяли ее по программе. Поэтому питание, которое получают дети, оно на современном оборудовании. Прошлись по цехам, посмотрели на товарное соседство, на холодильники. Если там градусники не пересекаются, или пути продуктов, все хорошо. К проверкам в 45-й школе относятся спокойно. Сотрудники школы и сами их проводят каждый месяц. В школе организованы три комиссии, которые проверяют организацию питания ежемесячно. В составе комиссии, я, как заместитель директора, есть у нас отдельный специалист по организации льготного питания. Представитель адреса общественной системы. Итак, с питанием все хорошо, но проблема в школе все-таки есть. Дело в том, что до школьной калитки детям приходится идти фактически по проезжей части. Этот проезд соединяет улицу Ахазова и проспект Максима Горького. Машины здесь ездят часто. Как приходится вести себя пешеходом, мы стали свидетелями прямо во время съемки. А если, не дай бог, ребенок подскользнется, когда будет эту машину пропускать и попадет под колеса, то будет уже трагический случай. Весной, летом, зимой, естественно, это уже дожди, когда проезжают машины, обрызгивают школьников. Конечно же, это очень плохо. Поэтому у нас один из основных вариантов, который мы можем сделать, это тротуар. Мы пытались включить эту дорожку пешеходную на 2016 год. У нас не получилось в связи с ухудшением в бюджете нашего города. Будем пытаться, конечно, на 2017 год. Но бюджет на следующий год обещает быть непростым. Но это уже другая история. Новый год, новый бюджет столицы Чуваши. Об этом и не только. Будем говорить с депутатом Чебоксарского городского собрания, председателем комиссии по бюджету Владимиром Кузиным. Владимир Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Начну с бюджета все-таки. На следующий год я знаю, что собираемся принимать бездефицитный бюджет, хотя обычно мы принимали все-таки с небольшим дефицитом, который допускает закон. В связи с чем такие изменения? Да, действительно, мы ежегодно принимали бюджет с дефицитом. В соответствии с бюджетным кодексом допустимо до 10% от доходов собственной части бюджета можно иметь дефицит. Но на сегодняшний день мы решили таким образом, что долг бюджетный стал выше 2 миллиардов рублей. То есть это уже около 60% от собственной доходной части бюджета. То есть дальнейшее движение так пойдет, то у нас финансовое состояние подходит к недопустимым параметрам. Поэтому мы решили все-таки надо жить больше чисто за счет собственных средств и за счет поступлений. То есть доходная часть и расходная часть должны быть равными. То есть сколько зарабатываем, сколько получаем. И потихонечку поправлять положение, гасить задолженность, уменьшать эту долю и таким образом выравнивать экономическое стабильное состояние. Чтобы все-таки не уйти в дефицит, за счет чего экономить будем? Ну, скажем так, экономим мы сегодня прежде всего за счет сферы жилищно-коммунального хозяйства. Если говорить о бюджете, доходной части бюджета, то мы, конечно, немножко по сравнению с прошлым годом выросли. Но так как дефицит бюджета составлял только на момент принятия около 300 миллионов, то есть 296, если точнее быть, то вот эта вот разница сейчас выходит где-то порядка 280 миллионов. Ну, конечно, эта цифра очень большая. Существенная для города. Вот эти вопросы взяли на себя основную часть секвестра бюджета. То есть здесь по пути оптимизации, да, как-то пойдем? Да, конечно же, мы не можем никак социальную часть сокращать. Школы, детские сады, объекты социально-культурной сферы. В этих сферах постарались оставить на уровне прежнего. Ну, то есть так или иначе бюджет остается социально ориентированным, да? Ну, опять же, надо сказать, что сама бюджетная политика, у нас бюджетный кодекс, формирование бюджета происходит за счет собственных доходов и за счет доходов, поступающих из вышестоящих бюджетов. Если вот в прошлом году у нас вышестоящие поступления составили почти 6 миллиардов. То есть в прошлом, я имею в виду, в этом. В следующем году на момент принятия у нас пока 3 миллиарда 83 миллиона всего. В два раза. Да, но эта практика у нас ежегодная такая. Ну, за в течение года, видимо, для поступления. Федеральный бюджет на начало принятия дает самый минимум, только те полномочия государственные, которые делегируются муниципальным образованием. Вот этот момент составил 3 миллиарда. Но в течение года 3-4, то и больше раз, происходит уточнение в связи с поступлением тех или иных траншей. И вот эти средства будут целевым образом уже предназначены на адресно-инвестиционные программы, на жилищные программы, федеральные, республиканские. Это то же самое. Также и переселение, и предоставление жилья, в том числе, вот эти вещи будут уточняться в течение года. А вот сейчас, пока на данный момент, с нынешним бюджетом, да, ну, я имею в виду на 2017 год, какие основные все-таки статьи расходов, на что больше всего направляется средство? Ну, основные, я как уже сказал, все-таки у нас всегда, это социальная часть. Социальная культурная сфера, это образование, физическая культура и спорт. Культура, социальное непосредственное направление составляют у нас практически две трети бюджета, даже больше. Поэтому, значит, на сегодняшний день из 6 миллиардов 854 миллионов, 4 с лишним миллиарда уходят на сферу отрасль образования. Еще хочу по одной сфере уточнить. Буквально на прошлой неделе инцидент с лифтом, да, в шахте лифта оказалась 75-летняя пенсионерка из Чебоксар. В итоге тяжелые травмы, там, реанимация. Вот касательно лифтового хозяйства, касательно замены старых лифтов, да, вот в эту область, как планируем, как финансировать? В проекте бюджета было предусмотрено всего 5 миллионов на этот год на ремонт лифтового хозяйства. Почему так? Потому что, значит, с точки зрения администрации, с точки зрения составителей этого проекта, значит, лифты входят в сферу капитального ремонта многоквартирных жилых домов по программе фонда капремонта, да, которая 30-летняя у нас программа. Но на сегодняшний день, значит, многие депутаты, в первую очередь депутаты комиссии городского хозяйства обратились к тем, чтобы надо эту строку расширить. Ну, потому что 5 миллионов сегодня, это 3 лифта, 3 лифта даже, ну, 4 максимума. Это даже не один дом, это три подъезда. Да, то есть это совершенно такой минимум, поэтому мы предложили хотя бы еще на 10 миллионов увеличить эту строку. И эту проблему нужно решать, она не может быть решена только за счет программы капитального ремонта. Ну, конечно, не дождутся лифты просто 30 лет еще. Да, средств не хватит, кроме ведь лифтов еще очень много других. Инженерные инфраструктуры, крыши, фундаменты, всего остального хватает, чтобы за 30 лет мы не справимся. А лифты – это опасный объект, эту проблему нужно решать. Если переходить непосредственно к 2016 году, да, уже не к 2017, вы очень опытный депутат, у вас уже третий созыв. Вот каким для вас, как для депутата, стал 2016 год? Мне бы хотелось бы слышать и по округу, да, по вашему, и в целом по городу, что запомнилось. Ну, этот год знаменателен тем, что прошли у нас выборы, да, большие выборы. Это Государственный совет депутатов выбирали, и депутатов в Государственную думу. А в прошлом году у нас были выборы в городское собрание. Депутаты перед выборами составили программу дальнейших действий еще перед выборами. И в форме наказов это было оформлено. И вот первый год после выборов, 16-й год, уже показал, что мы, в общем-то, многие вещи, которые были обещаны в преддверии выборов, начали делать. А вот какие, например? Вот если говорить по округу и в целом даже по городу, значит, у нас вот очень много было наказов в части ремонта дворовых территорий, проездов, тротуаров, значит, установка различных детских, игровых, спортивных, спортивного оборудования и обустройства парковок во дворах. Вот в этом направлении, значит, было выделено средств 10 миллионов на малые архитектурные формы. И у нас вот по округу в пяти дворах были установлены архитектурные формы. Вот. Как я уже сказал, в целом 10 миллионов. Кстати, в этом году по проекту только пять. И мы тоже, вот депутаты, предложили цифры увеличить, оставить хотя бы на уровне прошлого года. То есть эта задача, она невыполненная, она на пять лет рассчитана. Каждый год мы должны цифры хотя бы выдерживать на вот уровне уходящего года. Ну, даст Бог, будем увеличивать, если доходы бюджета позволят. Так же парковки. На парковки у нас было выделено, значит, на округ около полутора миллионов. И вот на ремонт дворовых территорий, тротуаров и проездов два с небольшим миллионом. А вот к вам чаще всего избиратели ваши, да, или ваш округ, с чем чаще всего обращаются? Какими вопросами, проблемами? Основные вопросы, как были, так и остаются, это сфера ЖКХ. Значит, ну, недовольство качеством работы управляющих компаний. И к этому особо остро добавился в последние годы, и в 15-м, и в 16-м году. Это формирование списков домов, включенных в капитальный ремонт, долгосрочную и краткосрочную. Вот. Многие дома не согласны с тем, что их включили там на 20-30-е годы, да. А вот здесь вот что может депутат сделать в такой ситуации? Мы активно включаемся в работу комиссий, которые создаются при администрации города с участием в жилищной комиссии. Вот. Активно включаемся и помогаем жителям, чтобы... Ну да, видимо, взаимодействие между структурами, да, легче осуществлять, когда все равно... Да, да, да. И проблема самого качества капитального ремонта тоже. На сегодняшний день, к сожалению, до конца не отработан механизм контроля качества проводимых работ по линии капитального ремонта. Спасибо. Я напоминаю, мы беседовали с депутатом Чебоксарского городского собрания Владимиром Кузиным. Бюджет на 2017 и плановые периоды 2018 и 2019 годов стал основной темой заключительного в этом году заседания Чебоксарского городского собрания депутатов. Наименее благоприятные сценарии развития экономической ситуации. Именно такие обстоятельства берут в расчет при формировании городской казны. Такой подход называется консервативным. По прогнозам, бюджет на 2017 год по доходам составит 6 миллиардов 854 миллиона рублей. Учитывая новый принцип, без дефицитности израсходовать планируется примерно столько же. По сравнению с уточненным бюджетом этого года, казна на 2017 недосчиталась более 2 миллиардов 700 миллионов рублей. Впрочем, как показывает практика, в течение года бюджет неоднократно уточняют в сторону увеличения. В основном благодаря поступлениям из вышестоящих бюджетов и, например, продаже имущества. Так что, несмотря на непростую ситуацию, депутаты призывали своих коллег поддержать проект. Сегодня было высказано такое мнение, что у нас республика недофинансирует город Чебоксары. И что в этой связи нужно, возможно, воздержаться от этого бюджета. Вот я призываю все-таки всех сделать на самом деле все по-другому. Мы работаем в одной команде. Этот бюджет, который мы сегодня принимаем, он говорит о том, что мы даже в этой тяжелой, как вы сегодня сказали, ситуации, хотим сделать так, чтобы в городе нашем жилось хорошо. В результате проголосовали следующим образом. Один против, четверо воздержались. Большинство за. Спасибо. Бюджет города Чебоксары на 2017 год принят. Кроме бюджета, на заключительном в этом году заседании депутаты утвердили нового председателя постоянной комиссии Собрания по социальному развитию и экологии. Ирину Клементьеву, которая теперь возглавила город, на этом посту сменила Наталья Ванеркина. А в связи с тем, что теперь глава города работает на неосвобожденной основе, то есть без зарплаты, в помощь ему решено назначить двух заместителей. На одного из заместителей предлагается возложить курирование вопросов развития бюджетной, экономической, социальной политики, а также местного самоуправления. На другого заместителя предлагается возложить курирование вопросов развития города и обеспечения жизнедеятельности. А вот отдел по обеспечению деятельности главы города Чебоксары как таковой упразднен. Это была заключительная в этом году программа «Местное самоуправление». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова